Добрый день, уважаемые эксперты! Я Николя Сандал, ученик пятого класса, представляю вам свою исследовательскую работу «Особенности охоты на белых курбаток». Актуальность в настоящее время зовут охота на белых курбаток, в которых занимались наши клетки, древний древен. Поэтому несколько лет назад я заинтересовался охотой на этих лесных птиц. Оказалось, что этот вид охоты имеет свои особенности, которые можно владеть даже с малых лет. С этими особенностями охоты на курбаток я хочу с вами поделиться. Цель изучить и восстановить добытые способы ловли белых курбаток без выстрела, а знакомыми приспособлениями, которые помогут поймать эту дичь. Гипотеза. Опираясь на опыт наших предков, можно эффективно использовать различные приспособления для ловли белых курбаток. Методы исследования, опрос, население, сборы информации у старожилов, приготовление ловушек, проведение экспериментов с ловушками, сравнение результатов наблюдения, составление брошюры в виде ловушек для охоты на белых курбаток, фотографирование и выпуск видеофильма. Берем ветку, очищаемый стучок, сгибаем ветку размером головы и завязываем крест-накрест тонким концом ветки для создания дугообразной формы колышки. Посередине вверх на дуги прочно довязываем нитку. На одной коце нитки делаем небольшую петлю, в него вдеваем другой конец нитки, петля в готовом виде. В настоящее время при изготовлении петли вместо конской колоски используется капроновая нить. Готовую петлю устанавливаем, где много следов курбатки, Пролаживаем ее, торопинку, колышки, светлые, стыкаем глубоко в снег. И по бокам делаем в загоре света курбатка пробегает пищу, проход и застревает в ловушку. Петлю устанавливаем на расстояние один или полтора метра друг от друга вдоль одной линии. Есть много различных способов в лове было курбаток. Из них я попробовал и спускаю оболонные сети. Пластиковую бутылку, находящуюся самодельным луком, делал яркую снегу. Из них более надежно оказалась рыболовная сеть, но метод наших предков оказался азартный. Ловушки с пластикой бутылки и яркие оказались менее пригодны. Лук требует от охотника особенности наружки. В ходе работы я про антентирование. На мои вопросы ответили 17 человек. Я сделал вывод, мои отношения пробовали охоту на белых курбаток в раннем школьном возрасте. Знакомы видели ловушек, но это занятие не стало у них постоянно. Для себя выявил основные правила охоты. Заниматься охотой только в зимнее время, до декабря. Охотник должен соблюдать меры, чтобы не допустить сокращения количества курбаток. Я научился ответить самца, а там по их голосу. По внешним признакам у самца красные веки. Тундровая курбатка меньше размере, чем весят. Тундровая курбатка уже как громкий крик, как охот. Курбатки внеют свои голоса. При обморожении опасности не дают породкие звуки. Голоса меняется весной и выпрачивает перевод. Голоса самок и самцов отличаются. Курбатка активна рано, утром и вечером. Днем они отдыхают. Следы курбаток на снегу. Птица ночует, снегу вырв себе ямку. В этом году включился работа школьного бизнес-инкубатора. Личный доход составил 3500 рублей. Если бы за два года продал всю свою добычу, то мой личный доход составил бы 9075 рублей. Мой личный доход зависит от количества добытых курбаток по методам наших предков, не нарушая законы охоты. Я сделал следующие выводы. Человек может насравнивать лет, начиная заниматься охотой. Круглогодичное наблюдение на поводку белых курбаток дает большую информацию о лесных птицах. За два года занятия охотой на курбаток я научился изготовлять петли по методу наших предков. Приправы на установке таких ловушек охоты становятся удачнее и может принести доход охотнику. В итоге составил брошюру в виде ловушек для охоты на белых курбаток. Снял видеофильм о поводках курбаток. Работа дорисована для начинающих охотников. Спасибо за внимание.